Под капотом всего этого Hi-AI лежит Hi-AI Engine. Вот это библиотека оптимизированных под конкретное железо функций искусственного интеллекта. И еще Cloud Solution. То, что нельзя сделать на телефоне, можно сделать в клауде. Ну и вот этот Hi-AI любому девелоперу открыт. Вот здесь можно по ссылке ознакомиться. И вот из компьютер vision, из распознавания речи, из обработки естественных языков и много еще из чего полезных функций почерпнуть. Ну вот тут вот эта схема Hi-AI и тут можно видеть этот Hi-AI Engine. Вот он. Какие возможности он предоставляет? Ну в первую очередь это в данный момент уже это детекция, мультидетекция объектов, API для этого. Естественно компрессия, сжатие, кванатизация сетей. Один из лучших OCR движков. Механизм для переводов, обработка естественных языков сети. Это насколько я понимаю. Ну может быть я что-то еще забыл, по той ссылке можете ознакомиться. Ну как бы стек такой, он очевидный. Тут есть вот hardware, вот это специальное семейство чипов, есть операционная система, есть вот этот engine, о котором мы сейчас разговариваем. И есть аппликейшены, приложения, которые с одной стороны этот engine используют с железом, а с другой стороны обращаются к клауду, используют его возможности. Какие это могут быть приложения? Ну миллион разных. Приложения для шоппинга, приложения для, не знаю, сканирования QR-кодов. Ну в общем все, что здесь написано и все, что вы можете придумать. Фуф. Давайте вернемся к OCR, к StorySign, к этому приложению. Ну естественно, чтобы такое приложение сделать, надо две задачи решить. Первая инженерная задача это научить эту девочку, которую вы видели, махать руками так, чтобы она правильные жесты показывала, произносила. Но это очень интересная задача, но отдельно о ней не будем сейчас, а будем говорить об оптическом распознавании символов. Вот мне легко удалось найти, что еще в 1913 году инженер Фурнье предложил такое устройство, оптофон. Человек двигал по книге вот это устройство, и там на основе фотохимических каких-то реакций оно издавало звуки. Если одна буква, то один звук, если другая буква под окуляром, другой звук. Ну вот как бы предложил, скорость, кстати, первых образцов была порядка одной минуты на один символ, но потом они улучшили, убыстрили, и можно было это применять для чтения. То есть глухой человек мог взять этот прибор, вот так вот двигать его по книжке и по звуку, который оно издавало, читать. Не любой. Слепой. А я сказал глухой? А глухой тоже мог. Почитать не мог. Слепой, да, конечно, слепой. Но тем не менее, вот смотрите, сто лет эту задачу решают основные, все крупные игроки. Все крупные игроки, Huawei, Яндекс, Google, все имеют свой OCR-движок, но тут вот не видно, не совсем. Ну ладно, ничего. Но задача до сих пор не решена. Если мы посмотрим на таблицу, на лидер-борд соревнования Игдар, это основное соревнование по распознаванию символов, то мы увидим там, что вот текущее значение для локализации текста, это для локализации текста. Это вот лидер-борд. Ну порядка 80%. Давайте грубо говорить, что это значит, что каждое пятое слово будет неправильно локализовано. Для индустрии это катастрофически, этого не хватает. То есть вот сейчас люди не умеют делать нормальный OCR. Это раз. А два? Нет, давайте два потом. А почему так получается? Ну первая и главная причина, потому что на самом деле вариабельность входных данных, она огромна. Вы даже не представляете себе, ну что люди могут сфотографировать смартфоном, чтобы потом распознать. Разные углы, разные поверхности, разные шрифты, разные языки, условия освещенности и прочее, прочее, прочее. Есть ограничения от хардвера, есть ограничения по количеству языков. Вот здесь вы можете видеть типичный OCR pipeline, извините мне мой англицизм. На вход картинка, потом, как правило, работает текстовый детектор для многих языков. Ну здесь вот китайский, латинский, японский, корейский, русский, все эти языки детектируются одной нейросеткой. После этого еще один механизм выбирает, какой распознаватель запустить, для какого языка. Ну естественно, для русского должен быть один распознаватель, для арабского другой, для китайского третий. Языки совершенно разные, грамматики принципиально разные. Ну а после того, как мы получили текст на выходе recognition блока, мы что-нибудь с ними делаем. Как правило, делают им пейтинг, опять нейросеть. И вот эти все блоки, кстати сказать, в high engine уже есть. Ну про формулу не будем, давайте времени нет, потом можно к ней вернуться. Еще одна проблема. Смотрите, сейчас в Игдар, ну там не шесть на самом деле, сейчас там по-моему восемь языков. Вот восемь языков сейчас принято распознавать. Есть такой стандарт ISO 15924. Согласно нему в мире существует 370 систем написания символов. Не каждый язык, конечно, обладает системой написания символов. Языков, конечно, больше. Вот. Но даже пусть 370. Мы умеем там десяток, а их в мире 370 существует. Ну что делать? Ну, в Huawei такую задачу решили решать поступательно, шаг за шагом. Вот мы сконцентрировались на арабском языке. Потом будет еще какой-нибудь язык. Вот тут вот арабский мир так схематично изображен. Тут вот Африка на самом деле, Ближний Восток. А здесь, просто чтобы вы поняли сложность задачи, арабская надпись. Это, насколько я помню, цитата из Корана. То есть это не закорючки какие-нибудь, это арабист может прочитать. Тут что-то про Аллаха. Вот я знаю, тут арабисты сидят, можно будет потом спросить. А вот про вариабильность. Да, заканчиваю. Смотрите, 4 основных написания символов. Вот одна и та же запись. Одно и то же словосочетание. Вверху насхом написано другим шрифтом, рукой, настоликом и куфи. Вот посмотрите, вот сюда и вот сюда. Одна и та же буква, какая вариабельность. Это просто, это четыре основных шрифта только. Вот. И два слова о нашем пайплайне. Значит, вот к нам приходит изображение, если говорить про арабский, с Ближнего Востока, неразмеченные. Мы их размечаем в России, мы получаем данные, мы обрабатываем эти данные в России, R&D процесс тоже в России, модель получили, интегрируем ее в телефон, в продукт тоже в России и продаем уже по всему миру. Вот примерно вот так это происходит. Если хотите делать эти с нами, языков еще много, задач еще много, мы вас приглашаем. Спасибо большое. Раз, раз. Спасибо за доклад. Денис, у меня к вам вопрос. Вот как эксперт, который занимается распознаванием символов, скажите, что-то сейчас есть более актуальное, чем линет? Отвечу коротко, есть. А поподробнее? Ну, то есть, я так понимаю, это просто какие-то современные архитектуры нейронных сетей, которые приспособлены для распознавания символов. Или же там используются рекуррентные сети для выделения последовательности? Вы знаете, принято, конечно, использовать рекуррентные сети, однако тут есть большое ограничение. Рекуррентные сети, это, как правило, не про мобайл. Вот, это довольно сложная история, и тут надо искать баланс. Если мы говорим о конечном продукте, то я думаю, что ни у кого на девайсе рекуррентные сети не работают. Я так думаю. Еще один вопрос. Но, безусловно, они работают в клауде, они работают лучше. Я не знаю, вопрос не вопрос, но вы упомянули так долго про этот чип, поэтому вопрос такой, можно как-то получить доступ к платам для разработчиков? И какие-то есть там условия для университетов, например, или еще какие-то вещи? Да, честно говоря, у этого чипа есть бесплатные API. Ну, API-то понятно. Я решу, что идет не о сотовом телефоне, а речь идет о, чтобы эти чипы использовали в собственных разработках. Я думаю, все решаемо. Контактируйте. Почему нет? Семейство большое, на самом деле, чипов много. И не только кирин есть. Можем позже обсудить под вашей задачей. Спасибо за доклад. Интересует вот такой немножко провокационный вопрос. А как насчет что-нибудь хотя бы уровня graceful degradation, чтобы получившееся приложение работало не только на смартфонах Huawei? Ну, я из Huawei. Я понимаю, поэтому назвал вас провокационным. Ну, как? Ну, я думаю, что оно будет работать на других смартфонах. Но другое дело, что у нас стоит задача оптимизировать его под конкретное железо. У нас есть вот такой, такой, как бы бесплатный бонус в виде быстрого сопроцессора. Но почему бы его не использовать? То есть будет работать медленнее? Будет работать, но будет работать медленнее. Спасибо. Вот тут хотят задать вопрос. Денис, спасибо за доклад. А вот подскажите, на каком этапе сейчас вы тоже находитесь? Тоже исследовательский какой-то? Нет, это уже зашивается в смартфон, если говорить про арабский язык. А до этого еще есть много… Про русский? Русский тоже сейчас зашивается в смартфон. То есть, ну как, это уже идет успешное распознавание, да? Я, наверное, не открою тайны, если скажу, что вот последний телефон P30, он уже поддерживает русский язык в OCR. Однако там это сейчас делается с помощью клауда. Телефон отправляет запрос, без интернета работать не будет. Мы внедряем, делаем это так, чтобы это работало и без интернета. То есть получается, выходит очередной чип, да, и уже там ваши наработки есть, да? Да, совершенно верно. То есть это именно за счет железа осуществляется, не за счет какой-то программы? Железо фиксировано, мы делаем, ну как сказать, firmware. Понял. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.